Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовут Ведьмак. Продолжаем играть в Шерлока Холмса, дочь дьявола. Дело у нас третье, называется Бесчестие. В предыдущей серии мы с вами провели мега-экзорцизм, замаскировавшись под этого гламурного священника со сверкающей лысиной. Это дало нам некоторую информацию о деле. Теперь пора отправляться в Скотланд-Ярд и попросить задержать одного бандитов, чтобы его допросить. Это будет, наверное, нелегко. Потому что бандит там матерый, уверенный в себе. Не факт, что получится из него что-то вытянуть. А мы попробуем. Надо бы только, наверное, было переодеться в более подходящую личину. Но вдруг бандит решит исповедаться нашему святому отцу. Чем, черт не шутит. Здравствуйте, Лестрадо. Лестрадо. Арестовать. Мы, говорит, его оприходуем немедленно. Оприходовал. Чё это? Пассивочки? Чё могу я помочь тебе, мистер Холмс? Да, привязаться явно не к чему. Так. Так. Попробуем сейчас посоставить, наверное, его портрет. Чё там за Дракула сидит? Седоволосый. Так. Джак Дхаммер Коул. Мы снова встретимся. Ох. Почему я здесь? Не проживай, что ты не знаешь. Ты не знал, что ты не знал, что ты не знал, что совершил мою жизнь. Крючка. Просто как в те времена, да? Распределяет меня на запрещение. Ты ничего не знал. Ничего. Как и о том, что я привезла к вашему грамму? И также к вашему брату. Не боишься сказать моего брата. Денег у него, значит, хватает Тюремные наколки Кольцо Масонское Без понятия, честно Джек Дрался на кулаках, я так подозреваю Ну, допустим, подтвердить Неточный, да и хер с ним С неточным порталетом На самом деле, я, честно, не знаю, на что это влияет Может быть, на перфекционизм Того, кто проходит эту игру Ну, в общем, короче, не знаю, может, он масон И правда, что Ну, я не знаю, занимался ли он боксом Или Дрался на кулаках Ну, я даже не знаю Врешь, подлец Ну, у него там была куча ворованного И че И че Вообще Ничего нам не дало Абсолютно Ну, мы можем, конечно Че это? Винение, ранение? Что? Джек Кувалдакоу имел сильный мотив Убить Шерлока Холмса Он хотел отомстить за брата Серьезно пострадавшего Время полицейского вреда Организованного Шерлоком Холлосом Ну, наверное, да Но этого, опять же, недостаточно Чтобы Найдите того, кто устроил покушение на вашу жизнь Как я должен это сделать? У меня ни малейшей идеи нет Серьезно, я не знаю, что делать Я, конечно, могу сейчас какие-то заключения попробовать сделать Ну, допустим, вот это мы сейчас скажем Тут такое Хобана! Джек Кувалдакоу виновен Джек Кувалдакоу хотел отомстить Шерлоку Холмсу Брат Кувалдакоу был случайно ранен И покалеченное время полицейского вреда Организовано Холмсом Джек Кувалдакоу приказал Иеремию убить Шерлока Холмса Ну, знаете, я в этом сомневаюсь Серьезно Я в этом сомневаюсь Чё-нибудь даст нам? Вообще ничего не даёт Да ну блин, это какая-то херня, честно Я не... И даже на основе этого я должен что-то выводить Я понять не могу На Ламбет-стрит мы всё осмотрели В Таверне Зелёный Дракон мы всё осмотрели Я чё-то, если честно, в потёмках Единственный вариант, который здесь складывается Джек Кувалдакоу хотел убить Шерлока Холмса Другие просто не складываются физически Из тех улик, которые у нас есть с вами То есть, если мы говорим, что он, этот актёрышка Намеренно Заманил нас в засаду Уничтожил вот это вот И чё, допустим Не, ну это сходится к тому, что... Это Джек Кулл убил Ой, пытался нас убить Но это ж не всё У нас три улики, которые просто Ни к чему не обязывают Это странно Вот, давайте проверим стрелу Кто такой стрела? Стрела угрожал отправить Отправить струи Мири в бордель Для этого он участвовал в скандальном деле 88-го года Вот, видите Стоило сюда вернуться Стрела в тюрьме Шерлоку Холмсу из Котланд-Ярда Удалось поймать лидера знаменитой Вальворской банды Перси Стрелу Флемингер Вальворская банда участвовала во многих преступлениях Ключая вымогательства и управление Нескакими публичными домами Самый известный из них Назывался Белый Лебедь Полицейский вред принёс банде Серьёзные финансовые проблемы Суд признал Стрелу виновным И назначил наказание В виде 7 лет заключения в тюрьме Тюрьме Тааак Чем нам это поможет? Попросить листрейда задержать? Серьёзно Это было раньше Ну хотя раньше Да Таак Сейчас задержим пол Лондона Просто потому что Шерлоку Холмсу захотелось Это забавно А ещё мне нравится мой прикид Провинциального священника Алкоголика Лестер Жги Твой выход Лестер 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 Я имею в суд У нас есть Это Перси Флеминг Попробуй его Я даю Ордер Констабл Да я ему вообще похеру А можно твою маму арестую? Дай сейчас выдам ордер Таак Пойдём теперь В Архив Улик Ой Это морг Морг нам не нужен Далберину Тяак Чё у тебя тут? Трость Шпага? Нет А вдруг И какой-то дневничок у него тут есть Ну-ка Опа-опа Написано Игизбжг Понятно Монетка Так Некоторые улики Исследовать Да Давайте попробуем сначала Исследовать Чё это за хрень? Ну как Мой архив? Хорошо Пробуем через архив Блин Я мотаюсь туда-сюда Вот это вот честно Раздражает Потому что Загрузки здесь в игре Довольно долгие Вот это вот Мотыляне Туда-сюда Оно Больше Времени отнимает Чем само расследование Шелоком Закурил уже все Кэбы в этом городе Пока ездил Ты это Преступление Наказание Хоть дочитал Или тебе надоело? Я вот перечитывал Да Чё такая хрень Если честно Ну я не про качество Произведения Художественное Говорю я Про Главного героя Этого Произведения Так Зашифрованные Надписи Хм Текст Инкрипт Если это Сифрованный Код Цезарь Это по-моему Куда сдвигается Буква На определенное Количество символов В алфавите Вот видите Ну короче Грубо говоря Есть Основной алфавита Есть Паттерн Который сдвигается На определенное Количество символов И все буквы В алфавите Сдвигаются Но это Самый Элементарнейший Из всех Шифров По-моему Список должников Элементарно Список должников Ричард Франклин Джонс Холтер Уайтхед Джек Николас Еремея Торн Да вот и вон Он должник Вероятно он закладывал Серебришко Чтобы расплатиться Оно не хватило Мне кажется Опа Захапал Сейчас будем Погоню устраивать Актеришко Доигрался Я смотрю Его в заложники Взяли Кто теперь тебе поверит Что ты не Шерлок Омс Оно кладбище Привезли Блин я по-прежнему священник Давайте я скажу Что я просто пришел Отпевать кого-нибудь Хераси у вас дыра В стене И Че такое А мне нужен этот режим Вообще Наверное от кого-то скрываться должен О Пау-пау Нифига себе У меня зрение Хитмана Хитман Абсолюшн Знаменитая игра На карачках Так Куда ты пойдешь дальше Опа Че там лежит Подожди Че это Это маска Эй не могу ее трогать А зачем я это узнал Может ее надеть Так Мужичок ходит с фонарем Он Проверяет Что проверяет Я не знаю Он подошел сюда Потупил Потом пошел дальше Куда он дальше пойдет Мне очень интересно На самом деле Ну допустим Мы сюда вот сныкались Дядя По кругами ходит Да Ничего тогда Значит мы его обманем Или ты не кругами ходишь Не кругами ходишь Все нормально Так Здрасте Не надо Не выдумывай дядя Ни к чему это Пурум Пурум Ты меня не видел Ты меня не видел Блин Все Хана Мне показалось Мою мать Ладно Я поторопился На самом деле Ладно было изучить Сначала как он ходит Продолжение следует Все, он кругами ходит Меня это мало волнует уже Вот этот вот падлан Он ходит как-то по хитрожопому Сюда мне прятаться вообще не вариант А за ним идти тоже Давайте спрячемся вот здесь Когда он пройдет мимо У меня сейчас второй спалит Хотя не должен А я пока пошел, да? Ты не против, дядя? Все нормально Не нервничайте только Мужчины О, на мать, что он ходит? Мракобес Блин, сейчас меня этот спалит Тебе показалось 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 Да, ебона мать Блин, нахера это в игре? Я понять не могу Абсолютно лишняя механика Какого-то упорного корявого стелса Да иди ты нахер на Ур, ты будила А я бегать не могу Вот в чем проблема Ты пошел, короче Да, тебе показалось Придурок Так, где там этот хер? И давай Куда вот мне здесь деваться? Я не еще понимаю На самом деле Так Смогу сюда пробежать Прежде чем Меня спалят Да, вроде смог Этот сюда не должен заходить По-моему Так глубоко А куда я должен прийти? Кстати говоря, я считаю Потерял немного Кровища Наверное, в этот дом Должен проникнуть И уходишь? Спасибо Очень добр Наверное, мне надо Вот тут и пройти Так, мужичок Пошел, пошел Такой, пошел Идет, короче Идет И стоит Стэн А я такой Сюда Спрятался Да ты не видишь меня? Пиздец Так Надо последить Куда Как он будет ходить Все-таки И че ты сюда пришел? Ой, бляха Муха Дебилизм Ну епона Мать Дебилет Писание Писание Продолжение следует... 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 Очень интересно. Блин, сейчас меня спалят. Доиграешься. Ой-юй. Я вообще здесь скроюсь? Мне куда? Для начала хотелось бы понять. Сейчас спалят меня. Уходи! Не трогай меня! В смысле? А мне куда? Я что-то недопонимаю. Может мне его обойти надо просто? Пока он типа идет туда. И стоит там пялиться в стену. Я должен пройти сюда, например. А куда сюда-то? Лол! Где я? Зачем я сюда пришел? Да блин, хоть бы показали, куда мне надо-то! А подожди, мне, наверное, вот сюда, к этой двери. Тут стоит парень и палит. Палит он откровенно в одну сторону вообще. Потрясающе. Что я должен сделать? Тут не обойти, закрыто. А он мне, вероятно, спалит, как только увидит, да? Че пищит? Прекрати. Не пали меня. Нет, тебе показалось. Это просто птичка ударила в гонг. Тащи свою жопу быстрее, Холмс. Ты очень медленный. Пшш, агент 221-б. Откуда у него кровь? Что-то как-то это выглядело, надо сказать, вовсе не случайностью. Все проблемы у меня из-за этого чувака. Сначала он сжег мой стол, потом мне закинули бомбу, потом меня подставили в зеленом драконе. Что случилось, мистер Арус? Мы приехали из оборудования в Сан-Патрикс-Абби. Я оборудовала группа арм-бандитов, которые сделали их лучше, чтобы убить меня. Снова? Я отправлю нашу лучшую команду, чтобы их оборудовать. Ну, я уверен, что вы найдете кого-то осталось, но если вы уходите, то вы можете просто найдете спорты, которые остались из-за их бюджетов. Я понимаю. И я буду очень благодарен, если вы могли бы оставить на мистер Уилд здесь. Но Холмс... 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 В общем, да. Толку маловато. Орсон сознательно убил Еймию, когда увидел Холмса в Аббасе. Орсон испугался своей жизнью и убил Еймию в целе к самозащитной. Может, и тот и тот вариант был. Но выглядело это откровенно... Слабо. Завеление о том, что я Риме работал с Перси-Стрелой-Флемингом звучит право-диво. Ну, в общем-то, наши другие вещи, как бы, говорят нам о том, что... Другие улики, точнее, говорят о том, что он действительно работал с Леммингом. Но этого маловато. Так, подожди. Архив-то, епона мать. Улик. Я потерялся. А, подожди. Мы же этого Перси еще не допросили, да? Мы сначала пошли к себе домой, чтобы... Всякие вещи... А, чтобы сверить зашифрованный текст. Да он, гиво фиг. Шрамик. Ну вот откуда я могу это знать? Шрам у него в детстве был, или это бандитская стычка? Ладно, неважно. Видимо, в этом и основывается построение портрета, что ты не можешь точно предположить. Кто-то хера узнает. Вычурный пуговиц. Ну, верно, он модник. Оп. Ну, вообще, это Вестгейт. Это я помню с предыдущей игры. Да, даже угадался. И главное, это нам ничего не дает, по сути-то. Практически. По всей игре. Ммм... Что за бред? У него в записях написано было... Ой, где-то она все в баню. Пожалуйста. Что за тупость? Я этого не понимаю. Да, игра, я такого от тебя не ожидал. У меня еще ничего не дало это, откровенно. Долги и угрозы. Так, заявление Уорсона о том, что Юремия работает... Это не то. Контроль. Есть вероятность, что Перси стрелы, а Флеминг использовал Юремию для грязной работы, поскольку у него были долги. Флеминг больше не требует денег. А Юремия дала крупную сумму денег Перси стрелей Флемингу. Это основание для шантажа. Давайте пока на этим остановимся. Пока остановимся вот на этом. На этом... Че это? Че? А, подожди, вот. Так. Здесь у нас, получается, вариант виноват Флеминг. И еще один, я так понимаю, вариант, это когда у нас будет виноват Орсон. Орсон скрыл все следы преступления. И вариант. Орсон Уайлд виноват. Орсон Уайлд был режим и идеей стать Серелком Холмсом. Он нанял Юремию, чтобы убить Холмса и занять его место. Когда план провалился, Орсон Уайлд убил Юремию как ненужного судителя. Вообще... Вообще, конечно, все версии... Все версии подходят. Мистер Холмс, можно ли мы домой? Я хочу отдохнуть. Так, Джек Кул виновен. Джек Кул хотел отомстить Шерлоку Холмсу. Брат Ковла был случайно ранен и покалечен во время полицейского рейда. Да? Да. Это один вариант. Второй. Перси Флеминг виноват. В покушении на жизнь Холмса он хотел отомстить за 7 лет в тюрьме. И последующая проблема с деньгами. Юремия была его сообщником. И последний вариант. Это Орсон Уайлд. Орсон Уайлд был одержим идеей стать Шерлком Холмсу. Он нанял Юремию, чтобы убить Холмса и занять его место. Когда план провалился, Орсон Уайлд убил Юремию как ненужного свидетеля. Выглядело это, по крайней мере, реально, как будто он убил его осознанно. Но нахера тогда Иеремия потащил его в... Так, ну что ж, давайте... Я, как обычно, когда глубоко задумываюсь, надо вот этими конклюзиями... С фразой не заканчиваю. Начинаю фразу и не заканчиваю. Наверное, это вас раздражает. Так. Ну, последний раз смотрим на эти все три варианта. Джек Коу виновен. Орсон Уайлд виновен. Перси Флеминг виновен. Проблема в том, что у нас недостаточно каких-то конкретных улик, чтобы... Но хотя, смотрите, если мы берем Мариан Джек Коу виновен, То тогда Флеминг вообще не при делах. А ведь Иеремия потащил... Псевдо Холмса именно к людям Флеминга. Не к людям Коула. Логично? Логично. То есть, если бы Иеремия работал на Коула, Он бы потащил Псевдо Холмса к Коулу. Это, по-моему, нормально. Интересно, зачем он вообще его взял, Взять решил в заложники, а не убил сразу. Вот, поэтому, на мой взгляд, Джек Коу, конечно, мудак, Но он ни при чем. Рассмотрим вариант теперь Орсон Уайлд, Как самый бредолый, на мой взгляд. Что этот актер, типа, замыслил стать Шерлоком Холмсом. Но, мягко говоря, единственная встреча с доктором Уатсоном Разрушила бы любую попытку стать Шерлоком Холмсом, очевидно. И, как бы, его опознал бы, или стрейд, что это не Холмс, и прочее, и прочее. Короче говоря, я не верю. Опять же, Иеремия должен денег Коулу, точнее, он ходил Коулу давать ему железяки, И он должен Флеминга. То есть, если мы рассмотрим этот вариант, Флеминг опять остается не у дел. То есть, как будто он вообще ни в чем не виноват. Так что, я думаю, что именно Флеминг. Потому что Иеремия потащил Этого Уайлда именно к Флемингу. К Коулу он относил украденные вещи, чтобы заплатить Флемингу. Потому что был должен. А Флеминг управлял им, чтобы уничтожить Холмса. Поэтому, я думаю, что этот вариант наиболее правдив. Так. Обименить Перси. Перси Флеминг заставил Иеремию выполнить грязную работу и угрожал отправить сестру Иеремию в бордель, если он откажется. Перси стрела Флеминг заслуживает длительный тюремный срок. Оправдать Перси. Именно Иеремия предложил Перси Флемингу убить Шерлока Холмса. Иеремия сыграла на эгостичных чувствах Перси в надежде Да нет, нет, не считаю. О, манипулировали, и он не заслужил тюремный срок. КОНЕЕШНО! СЖЕЧ! Сейчас узнаем. Перси Флеминг, вы выражаете с конспирацией для убийства. Что? Что? Что-то как-то... Давайте проверим Ой, подожди, я даже не проверил А, нет, я был прав Но он прям так Откровенно отпирался, но он же бандит Было бы странно, если бы он не отпирался Я прям уже засомневался Обычно они признаются, типа Да, это я сделал Ладно, пока что 3 из 3 У нас правильный Дело раскрыто, хотя в этом я, конечно, сомневался Откровенно, потому что Ну, был вариант, что это Джек Коул Про Уайлда я, честно говоря, не верил с самого начала Но еще Коул против Версии Коула говорило то, что В рамках, точнее По мере продвижения по этому делу Его версия была самая первая И, как правило, самая первая версия Здесь, ну, именно по логике Построения игры, она неверная Ладно Внимание, вы сейчас закончите Это дело, ну да Ну и все Собственно Мы справились 5 же за 3 серии, да, получается Следующее дело называется Цепная реакция И мы продолжим его в следующей серии С вами был Ведьмак Спасибо, что смотрели Подписывайтесь Комментируйте Оценивайте Приходите смотреть еще Всем пока Субтитры подогнал «Симон»